В России разбился сухой Суперджет 100. Это интересный маркер кстати. Во-первых, в РФ сейчас есть какое-то количество сухой Суперджет 100. Это купленный проект немецкой компании Дорния. Российского там только название и сборка. Но сборка настолько оказалась плохой, что Суперджет 100 начали называть самолетом самоубийц. Поэтому Суперджеты понемногу допиливались. На этом процессе пилили бабло. Всех все устраивало. Их старались доделать пока работают Боинги и Аэрбасы. Но если начали вводить новые Суперджеты 100, у которых налета очень мало, они мало летали, то это значит, что на других самолетах начал подходить срок эксплуатации. Во-вторых, проект компании Дорния покупался, чтобы замылить глаза западным партнерам. Потому что если ты покупаешь какие-то технологии для гражданского рынка, то по таким сложным технологиям ты подписываешь документы, что ты не будешь использовать их в военных целях. Но договор с РФ не стоит даже бумаги, на которой он был подписан. Поэтому проект Дорния покупался не просто, чтобы иметь региональный самолет, а еще чтобы взять с него технологии для построения, в том числе двигателя для Су-57. Поэтому план был такой. Покупают гражданский самолет, берут с него двигатель, копируют технологии. Туда вставляют форсажную камеру и механизм переменного вектора тяги. И вот вам новейший двигатель для Су-57. Потому что сами разработать с нуля такое они не могут. Именно поэтому проектом Суперджет-100 занимается АКБ Сухого, которая никогда не занималась гражданскими самолетами. Так вот, эта авария указывает статус не только проекта Дорния Сухой, но и статус двигателей к проекту Су-57. Поэтому прототипы Су-57 летают на двигателях из старых сушек. Россия деградирует технически. Медленно, но деградирует. И эти проблемы будут нарастать.